В эфире итоговая информационная программа в студии. Алена Куколева, здравствуйте. О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. О состоянии дорог после планового ремонта. Новые нарушения природоохранного закона в Шилове и Клепиках. Сезон дождей и капитального ремонта квартиры рязанцев оказываются затопленными. И сезон арбузов открыт. Как выбрать правильную ягоду? Состояние дорог – тема, которая, к сожалению, телезрители и к радости журналистов, видимо, будет жить вечно. Так, один из федеральных каналов проинспектировал рязанские дороги и выявил худшую – Славянский проспект. И лучший участок на улице Солнечной. Журналисты отметили, что именно здесь находится региональное управление ГИБДД. Наш корреспондент тоже проверила качество дорог, которые были отремонтированы в этом сезоне. Далее Анна Герцовская. По информации управления благоустройства города, не так давно был выполнен ремонт картами на некоторых улицах нашего города. Среди них улицы Гоголя, Братиславская, Щедрина, Кремлевский вал, Шабулина, Весенняя, Солнечная, Первая линия, Северная окружная дорога, Московское шоссе. Сейчас мы проедем по некоторым из этих улиц, чтобы убедиться, насколько качественно был выполнен этот ремонт. Улица Братиславская оказалась в исправном состоянии. Правда, только частично. Именно там, где был выполнен ремонт с заменой большого участка проезжей части. Когда верхний слой старого асфальта срезают и на его место кладут новый. И совсем рядом со свежим покрытием нетронутыми остались трещины, неровности, которые пока еще можно назвать терпимыми. Но некоторые из них уже начали превращаться в ямы. Машины подпрыгивают, не могут разогнаться. А на улице Гоголя, видимо, ремонт производился очень маленькими картами. Без снятия большого количества асфальта. Здесь вот такие вот ямы встречаются буквально на каждом шагу. Да, заложить некоторые ямы асфальтом на этой дороге рабочие, видимо, забыли. А может, эти пробоины не столь большие в сравнении с отремонтированными. Может быть, их просто не заметили. Даже если так, мимо глаз водителей они точно не проходят. Люди методично объезжают неровности на низкой скорости. Тратят на это дополнительное время и нервы уже долгие годы. Ничего не меняется, девиз этой улицы. Следующим участком по пути нашего следования оказалась улица Первая линия. Здесь видно, что дорожное полотно недавно перестелили. По дороге удобно ходить людям, ездить машинам. На втором участке улицы Первая линия дорога тоже достаточно хорошая. Остается надеяться, что все улицы нашего города будут выглядеть хотя бы таким образом. Людям удобно, комфортно. Этот двор является практически показательным. Граждане ходят не по грязи, им не приходится маневрировать между ям, к которым многие в нашем городе уже привыкли. Можно выделить больше плюсов, чем минусов. На некоторых дорогах города рабочие все же потрудились. Александр-Невский район Рязанской области на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся в регионе. Уборочная кампания начинается здесь в первую очередь. Посмотреть готовность селян, их моральный настрой и узнать проблемы жителей стали основными целями визита губернатора. Вместе с председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы Андреем Макаровым они оценили условия развития сельской жизни. В ходе рабочей поездки Олег Ковалев и Андрей Макаров посетили и строящиеся объекты. Среди них мега-ферма на 500 голов крупного рогатого скота. В настоящее время в хозяйстве уже последовательно наращивается производство молока. А с введением новой мега-фермы количество продукции существенно увеличится. Для меня важно, чтобы любую ферму строите, лишь бы вы получали прибыль, лишь бы ваше молочное животноводство давало вам прибыль. Когда хозяйство рентабельно работает, когда с умом распоряжается заработанными деньгами, это крепкое, сильное хозяйство, которое мы поддерживали и будем всегда поддерживать. Губернатор Олег Ковалев и предком по бюджету Андрей Макаров обсудили особенности проекта. В целом перспективы развития животноводства в регионе. Кроме того, в ходе осмотра полей они встретились с механизаторами хозяйства, которые одними из первых в области приступили к уборке зерновых. В ходе рабочей поездки депутат Госдумы Андрей Макаров и глава региона Олег Ковалев провели встречу с активом Александра Невского и Ряжского районов, в ходе которой обсудили перспективы развития сельских и городских поселений. Андрей Макаров отметил, что для него очень важно увидеть, как живут люди на местах, узнать, какие приоритеты они видят в развитии своих территорий. Это важно знать для того, чтобы все учесть при формировании бюджета страны. Нынешнее лето стало временем бедствий для некоторых жителей города. Из-за дождливой погоды в сочетании с сезоном капитального ремонта. То и дело, в разных районах города квартиры рязанцев оказываются затопленными. О том, что потолки могут быть навесными в прямом и переносном смысле, жители этой квартиры теперь знают не понаслышке. Последствия грозы, которая прошла в городе ночью, еще можно увидеть на стенах и в разбувшем полу. Ночью Дмитрия, хозяина квартиры, дома не было. Когда утром он вернулся домой, эта люстра мигала, при том, что свет был выключен. Из-за попадания воды в доме произошло короткое замыкание. Идя домой, обнаружено то, что мигает люстра при выключенном выключателе. Соответственно, произошло короткое замыкание. Вот. Висит вот такой огромный пузырь на потолке. Вот. Вздутые полы. Здесь были большие лужи. Все это я осушил. Потолок этой квартиры на четвертом этаже пока спасает от потопа весь стояк подъезда. Некоторые рязанцы уже столкнулись с неутешительными последствиями капитального ремонта. Но в этом доме замена крыши в самом разгаре. Подрядчики работают здесь уже неделю согласно плану. И хотя дождь застал этот дом на момент, когда кровлю разобрали, все работы по отведению воды в сток с крыши были сделаны. Вот только ливневка в ответственный момент не сработала. Она оказалась забита этим мусором. Это с годами уже. Мы сейчас любую ливневку с вами влезем и посмотрим. Это с годами вещь набирается. Если уж на то дело пошло, полезли на крышу, вы посмотрите. Мы такие материалы не принимаем. Да, снимаем старую кровлю. Да, этот пирог весь сгнил. По словам строителей, к мусору, забившему сток, они отношения не имеют. Материал, который используется для кровли, отличается от того, который они достали из ливневки. А почему она оказалась забитой, это вопрос к управляющей компании, ответственной за обслуживание данного дома. Теперь жильцы думают, что делать и где искать правду. Подрядчики от ответственности не отказываются. Готовы заменить обои и протекшие потолки. Но пока что обе стороны только пытаются найти общий язык. Многие начинают выяснять отношения со строительными организациями, которые проводят капитальные ремонты или делают какие-либо работы. Порой данные организации и их работники не являются штатными сотрудниками управляющей компании или ТСЖ. Хочу пояснить. Если ваш дом эксплуатируется товарищеским собственником жилья или управляющей компанией, то ответственность за содержание общедомового имущества и за повреждение вашей квартиры и вещей в этой квартире в результате залития несет управляющая компания. В дальнейшем, если она докажет, что должен был контроль, то она может в порядке регресса предъявлять требования строительной организации, которая проводила какие-либо работы. И пока буря споров по поводу обоснованности взимания платы за капремонт более-менее улеглась, поднялась другая сторона вопроса. Итоги и процесс реализации программы ожиданиям соответствуют далеко не всегда. О том, кто ответственный за компенсацию ущерба и кому обращаться рязанцам, оказавшимся в подобной ситуации, и как избежать ведер и тазов на чердаке, расскажет специалист по правам потребителя. Если залитие все же произошло, то потребитель имеет право не только на ремонт крыши, но и на возмещение убытков. К таким убыткам можно отнести, к примеру, повреждение внутренней отделки квартиры. Также, если в досудебном порядке было предъявлено требование потребителя о возмещении данных убытков, и оно было проигнорировано, то потребитель уже имеет в суде рассчитывать на 50% штраф за отказ удовлетворить его требования в досудебном порядке. Также потребитель имеет право рассчитывать на компенсацию морального вреда. И компенсацию морального вреда может рассчитывать каждый член семьи, который проживает в этой квартире. Из-за капитального ремонта кровли лишился и дом в центре Рязани. Рабочие разобрали старую крышу и в силу отсутствия строительных материалов прекратили работы. Жилые квартиры уже оказались затоплены летними дождями. Сроки окончания работ по информации фонда капремонта октябрь этого года. Тазики, ведра, беготня по ночам. Сейчас это привычная жизнь жителей дома номер 59 на улице Горького. Днями и ночами напролет люди собирают воду, проникающую им в квартиры. Всю ночь, когда шел дождь, не спали, только тазики уносили. И много что намокло. Настроения никакого. В первом подъезде пролинул все вплоть до второго этажа. Потому что над квартирами остался только потолок, крыши нет. Как выяснилось, в доме недавно начался капитальный ремонт крыши. По словам жильцов, через какое-то время подрядная организация по неизвестным причинам остановила работы. Они сняли кровлю. То есть вот видите склад досок, старых досок. Но потом у них что-то пошло не по плану. Говорили по-разному. Говорили, что им деньги не доплатили. В общем, они исчезли. Как раз вот начались дожди. Они обмотали пленкой крышу, остатки крыши и уехали на неделю. Как раз когда было самое солнце, когда можно было все это делать, они уехали. После того, как жители дома начали обращаться с жалобами о протечках крыши в ЖЭУ и к властям города, ситуация начала меняться. По словам жильцов, подрядная организация была заменена. Вторая бригада дали хорошую бригаду. Они стараются то, что первое натворило, как-то убрать протечки эти, потому что дожди идут каждый день. Но на данный момент у меня все сделали. То есть не течет? Сейчас не течет. Крыша дома сейчас представляет собой своеобразный парник. Она защищает потолки квартир от дождя посредством гидроизоляции. Ремонт крыши продолжился. Большую проблему в работах, по словам действующей подрядной организации, составляет тот факт, что ремонтируемый дом вплотную прилегает к новому строению. Вся вода с нового дома течет на старый. Ливневка общая. Она не справляется с объемом воды, которая в результате застаивается на крыше старого дома. Но даже если вода и попадает на землю, то оказывается даже не на асфальте, а в глубокой яме, которая возникла в результате пристройки нового дома к старому. Оттуда вода проникает прямиком в цокольные этажи дома номер 59. Для того, чтобы снять эту проблему, мы приняли решение полностью конструктив крыши сменить. И двухскатная крыша сейчас будет вестись до стены вновь построенного здания. Поэтому проблемы с производством работы и, соответственно, с графиком сейчас сдвинулись. По словам главного представителя подрядной организации, она не менялась, а действовала здесь с самого начала. Что расходится с мнением жильцов. Хотя бригадиры в данный момент, выполняющие работы, признаются, что трудятся на объекте не больше трех дней. Правда, в этой ситуации у каждого своя. Но это уже не влияет на результат. Все работы, производящиеся по этому адресу, теперь находятся под строгим контролем Общероссийского народного фронта. Именно благодаря этой организации проблема дома номер 59 на улице Горького была обозначена, получила огласку. И теперь здесь все становится на свои места. Несмотря на убеждения правозащитников, большая часть населения выплачивает коммунальные услуги вслепую. А на что идут деньги и какие услуги должны предоставлять граждане, чаще всего не знают. Чтобы, наконец, понять, как расходуются суммы, ежемесячно утекающие из наших карманов, необходимо заключать договоры с ТСЖ. Но на практике воспользоваться своим законным правом оказывается совсем непросто. Мысль о том, что назрела острая необходимость заключить договор с ТСЖ, возникла у жителя дома 21 по Вишневой, не случайно. Полгода назад поднялись тарифы на коммунальные услуги, но сделано это было без ведома жильцов, без проведения общедомового собрания. Меня они спросили, когда приезжали, а с ТСЖ я им сказал, в октябре будет собрание собирать. Я вот хотел написать, по какому вопросу они будут собирать в октябре. Это делается в первом квартале, после финансового года. В ТСЖ нам пояснили, что тарифы не завышенные, а общегородские. И в случае необходимости готовы заключить с Николаем Беловым договор. На настоящий момент по жалобе, отправленной Николаем Беловым в жилищную инспекцию, в ТСЖ проводятся всевозможные проверки. Чтобы таких недопониманий не возникало, договор об оказании услуг заключать просто необходимо. Вы будете знать, за что платите деньги, ТСЖ не будет подозреваться в нагревании карманов. В ассоциацию потребителей обратились жители улицы Вишневой. В одном из ТСЖ на данной улице сложилась ситуация, при которой люди не могут заключить договор, им отказывают правление. И не предоставляют сметы на оказание услуг. Отсутствие сметы лишает потребителей возможности получить полную достоверную информацию об объемах и стоимости услуг. Делается возможно это умышленно, чтобы люди не имели возможности правильно производить расчеты. И если подобное происходит, я рекомендую обращаться с жалобой в прокуратуру Московского района, в государственную жилищную инспекцию Рязанской области, которая расположена на улице Липнихта, 18, и в том числе управление Роспотребнадзора по Рязанской области. Николай Белов, выразивший желание заключить договор с ТСЖ, случай единичный. В большинстве ситуаций горожане платят деньги, не задумываясь о том, на какие именно услуги эти деньги расходуются. Согласитесь, такое поведение можно назвать безответственным по отношению к собственному бюджету. В летний период, как правило, даже старательно скрываемые нарушения становятся очевидными. Так, сотрудники природоохранной прокуратуры продолжают рейдовые мероприятия. В Клепяковском и Шиловском районах области были выявлены незаконные обращения с природными ресурсами. Помимо прокуратур, к проверке привлекались и сотрудники природоохранных органов контроля, Росприроднадзор, Росрыболовство и администрация национального парка Мещера. В настоящее время проводится исследование на предмет наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного частью 247, статьей 247 или 250 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту гибели рыбы в реке Ибрить Шиловского района, ниже предприятия Ибрить-Крахмал-Патки. Значит, там зафиксирована гибель на протяжении километра с небольшим рыбы. Подсчитан ущерб, составил более 500 тысяч рублей. В настоящее время к исследованию данного события, помимо госинспекторов Росприроднадзора и Росрыболовства, привлечены также и лабораторные силы. Также были привлечены и лабораторные силы, в частности, Экоаналитическая лаборатория РГУ и Каспийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, который дислоцирован в Астрахани. Он оказывал методическую помощь по отбору проб и исследований. В дальнейшем комплексно проведенная работа поможет дать оценку действиям тех должностных лиц, которые раскапывали трубы, расположенные в непосредственной близости к реке и через которые произошло попадание в воду отравляющих веществ. Также в ходе рейда были зафиксированы нарушения иного рода. Завиксированы массовые нарушения режима использования водоохранной зоны под места отдыха граждан. То есть, если производится строительство каких-то мест досуга пребывания, незаконно занимаются водоохранные зоны, пытаются обустроить пирсы, пытаются засыпать прибрежно-защитные полосы, уничтожить растительность, уничтожить и сделать невозможным доступ неопределенного круга лиц к водным объектам. Это категорически федеральным законодательством запрещено. То есть, федеральный водный объект должен быть свободен для доступа каждого гражданина без исключения, независимо от того, является он местным жителем или гостем. Нарушения были выявлены и на территории проверяемых районов, и на территории национального парка. Сейчас прокуратура ждет акты исследования, которые необходимо отрабатывать. В дальнейшем будет дана оценка событий для каждого нарушителя. В случае, если добровольно граждане или юридические лица откажутся освободить самовольно занятые территории или предоставить доступ к водным объектам неопределенному кругу лиц, будут предприняты меры искового воздействия. Если и по решению суда гражданин откажется освободить самовольно занятые территории, данное судебное решение будет направлено в службу судебных приставов и будет исполняться принудительно. В час пик рязанцы всматриваются не вдаль в ожидании транспорта, а на электронное табло, которые быстро и прочно вошли в городскую жизнь. Такие табло можно встретить на 116 рязанских остановках. Довольны ли ими рязанцы и приходят ли, согласно указанному времени общественный транспорт, узнаем из следующего материала. Ждать или не ждать? Больше шести лет в Рязани работает информационная система, которая позволяет пассажирам узнавать, когда на остановку прибудет троллейбус, автобус или маршрутное такси. Корректное работающее табло сегодня – это значительная помощь. Пассажир может планировать свое время или выбрать альтернативный маршрут. Ну, в основном, ну, наверное, те, на которых стоят вот эти вот навигаторы, совпадают. Ну, бывает, как приходят, когда на табло нет, а транспорт приходит. Даже наоборот, допустим, там 2-3 минуты смотришь, а уже транспорт подошел. Оно не всегда верно подсказывает. На некоторых маршрутках нету слежения устройства, поэтому они иногда приезжают впервые. И вот моя 41-я. Я автобус жду. Какой номер? 17-й. Вы пользуетесь электронное табло? Смотрите, когда приедет? Да. Это 17-й. А, вот. Сервис анализирует скорость потока, дорожные заторы, остановки на светофорах и выдает точный до минуты прогноз. Мы решили провести эксперимент и засекли время, за которое приедет, например, 10-й троллейбус на остановку площадь Ленина. На табло указано менее трех минут и действительно долго ждать не пришлось. Троллейбус пришел вовремя. А что касается мнения пассажиров, то некоторые уже привыкли доверять ресурсу больше, чем своим глазам. Появление такого табло теперь рязанцы ждут и на других популярных остановках города. Я бы даже хотела, чтобы на всех маршрутках стояли такие вот навигаторы. На Политаево у нас там все-таки такой оживленный пункт пересадок всевозможных. Там вот нет. А так вот здесь вот у Радиоинститута, у Дружбы. Это вот очень нравится. На сегодняшний день экранами оборудовано 116 остановок из 426. В парке на Соборной появился памятник одному из самых почитаемых святых, преподобному Сергию Радонежскому. Он является покровителем воинов и в свое время именно он благословил на победу в Куликовской битве Дмитрия Донского. Памятник в его честь появился в Рязани неспроста. На нашей земле он встречался с знаменитым князем Олегом Рязанским. Скульптуру изготовили из белого мрамора. Ее высота около трех с половиной метров. Создание велось за счет добровольных пожертвований. Именно здесь в ноябре 1386 года состоялась встреча преподобного с князем Олегом Рязанским. Это событие стало историческим и сыграло большую роль для укрепления централизованного государства. Эти страницы в истории Рязанского края, они, будем говорить так, одни из самых значимых страниц, потому что, и причем не только в истории Рязанского края, но они же самыми значимыми являются для всего государства российского. Сегодня мы считаем, что именно в месте, здесь, в святом месте, где объединили усилия два великих человека, это великий князь Олег Иванович Рязанский и Московский. И посредником был, и духовным наставником, это Сергей Радонежский. И вот то, что я говорил, вечный мир, который был заключен между этими князьями, до настоящего времени никогда больше не нарушался. Памятник Рязанскому региону в рамках проекта «Аллея российской славы» подарило военно-историческое общество. Изначально памятник хотели установить на территории Свято-Троицкого монастыря, но потом перенесли место установки в соборный парк, чтобы не нарушать историческую композицию обители. Желтый бок, сухой хвостик и звонкий треск. Любители арбузов открывают сезон огромных ягод. О том, как правильно выбрать лакомство, написано и показано много. Пользуются ли этими знаниями рязанцы, узнала Оксана Тебенихина. Арбуз – любимые летние ягоды, которые в жаркий день так превосходно утоляют жажду. Вот только ягодка эта совсем не простая. Многие люди так толком и не знают, как выбрать арбуз правильно. Ведь определить его спелость, в отличие от других ягод, крайне сложно. Поэтому покупка арбуза нередко превращается в приобретение лотерейного билета. Повезет – не повезет. Наверняка для любого любителя арбузов самым обидным является тот факт, что приобретя и дотащив до дома 15-килограммовую ягоду, она оказывается не сладкой и не зрелой. Так как же правильно выбрать арбуз? Ну, немножко можно было его обжать, чтобы он похрустел. Потом, чтобы у него хвостик был сухой. Вот самое основное. Я в них не разбираюсь, извините. Ну, обычно подходишь, берешь арбуз, стучишь по нему. Если там он звон внутри есть, я считаю, что он хороший, вкусный, сладкий. Вроде пока никогда не ошибался. Народные признаки в виде сухого хвостика, особого звука при простукивании и насыщенного зеленого цвета срабатывают далеко не всегда. Тем более, что обращать внимание необходимо не только на степень спелости, но и на безопасность товара. Небольшой мастер-класс. Первые аппетитные полосатые колобки появляются на прилавках супермаркетов еще в июле, хотя арбузный сезон уступает только во второй половине августа, в сентябре. Приобретать арбуз и дыни необходимо только в местах, предназначенных для торговли бахчевыми, в магазинах и оборудованных палатках. Такие палатки непременно должны иметь навесной тент. А плоды должны быть разложены на настилах не ниже 15 сантиметров над поверхностью земли, чтобы на товар не попадала пыль, грязь и микробы, для которых сочная мякоть арбузов является идеальной средой для размножения. Любой вид товара должен иметь сертификат качества. Соответствующий документ должен быть и у приглянувшегося вам арбуза, поскольку в данном случае речь идет о здоровье и безопасности. Какое-либо смущение и стеснение неуместно. Вы имеете полное право потребовать у продавца сертификат качества, а он обязан вам его предъявить. Выбирая арбуз, внимательно осмотрите его со всех сторон, чтобы убедиться в целостности плода. Он должен быть без трещин, промятостей и прочих видимых изъянов, и уж тем более не подгнившим. У спелого полосатика корка должна быть твердой и блестящей, плохо поддающейся протыканию ногтем. Это связано с тем, что при созревании у плода пересыхает хвостик, прекращается поступление влаги и корка затвердевает. Если ноготь легко протыкает корку или при ее растирании ощущается запах свежескошенной травы, это указывает на незрелость плода. Чтобы выбрать правильный арбуз, непременно следует обратить внимание и на степень полосатости плода, который является не только важной частью арбузного имиджа, но и показателем его спелости. У каждого уважающего себя арбуза цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным. Созревая на поле, арбуз, как правило, отлеживает себе один из боков, на котором появляется светлое пятно. У спелого плода пятно должно быть насыщенного желтого или даже оранжевого цвета. Арбуз ягода двуполая. У мальчиков низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый, а у девочек плоский и на нем есть широкий кружок. Дело в том, что девочки считаются более вкусными. В них значительно меньше семечек, а сахара больше. Так что при покупке лучше выбирать арбузиху. У спелого арбуза звук должен быть не глухим, а звонким. Чтобы окончательно развеять все сомнения, приложить арбуз к уху, и изо всех сил попробуйте сдавить его руками. У спелого плода кожура должна немного прогнуться и затрещать. Вот и все премудрости выбора правильного арбуза. Перед употреблением не забудьте тщательно вымыть плод под проточной водой. Разрезанный арбуз необходимо хранить только в холодильнике. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok